всем доброе утро начинаем новый влог сейчас идем на завтрак видите как у меня слезает спина и вот здесь уже рука начинает слезать сегодня у нас получается 8 день больше мы в кафе никуда не пойдем ну кафе причал я могу рекомендовать отзывы я оставила google и 2giz так что перед тем как идти в кафе смотрите отзывы сейчас где-то 9.40 народу мало то солнышко то так вот тенечек идем здесь есть арабские масла еще духи они как декоративно лишь серёг эти колокольчики такие еще красный или фаворит очень хорошие отзывы о клубе люксор но он при отеле мы здесь не ходили не знаю сколько 18 июля уже открылись аквапарки и аттракционы москве не знаю открылись открылись так что можете спокойно ехать и народ потихоньку идет на многие не знают что открылся лучше сберет мохито алкогольный попробуем и сидр и нам попробовали пиво все пробовали хоть подружка тоже отдыхала здесь сказала что это суррогат на из порошка не знаю нам плохо не было вода сегодня теплая но в море вообще не протолкнуться или большой заезд был пятница суббота 3 волна что то плавать учиться кто ныряет вообще нельзя если только глубоко уходить дальше или все мелководие море спокойно ничего не улетает лежать и ничего вода теплая все так на пляже маленькие стаканчики нас по 50 рублей дачу нас по 100 вот это не берем кислющие недозревшие вот здесь сколько народу Там как-то уходница есть. Просто птички. Там вот поглубже, там вообще нельзя не пробыть ничего, ну, душей, не прополнить. Там вот поглубже, там вообще нельзя не пробыть ничего, ну, душей. Не прополнить. Мы второй раз не хотели пойти на пляж, потому что там очень народу битком, вообще невозможно купаться, ничего. И тут пошел дождик, вон все мокрое, капает. А я думаю, что по окнам капает, капает, думаю, что за звуки такие. Дождь пошел, дождь пошел. Вообще всю следующую неделю с 20 июля и дальше там пасма на дождь обещает, вот знаете. Ну, он такой покапает немножко, я думаю, что капает. Я такая немножко про Соню, нам уже позвонили с Coral Travel, сказали, что у нас будет уже, ну, трансфер. Машина будет ждать в 9.45, завтрак у нас с 8 на 10 в понедельник. Так что нас уже предупредили, все четко от Coral Travel. Спасибо Coral Travel. Смотрите, какой дождик пошел. Офигеть, какой косой, е-мое. Смотрите, к 8 часам вечера приходите, почти никого нет, вообще красота. Офигеть, как солнышко светится, классно. Ну да, к 7 часам, вот так, к 8, вообще никого нет. Это Герану. 6-7. Офигеть. Можно попускаться с вознаграждения. Смотрите, как красиво здесь розовый солнце. Красота, да? Вот эта вот розовая красота. Все, сегодня последний день. Вот такая погодка. У облачка есть. Видите? Обрабатывают все ручки, все места. Это в пантосе вон. Все моют, обрабатывают антисептиком. Перилы все. Это что такое? Ну, смотрите, народу сейчас в 10-10. Но сегодня много. К 11-12 вообще не протолкнуть. Народ все прет, 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 пребывает, пребывает. А у нас хоть сейчас взрослая таблетка должна была улететь? Не знаю. У меня вообще такой дождь. Я даже устрицы не люблю. На городе насекает просторы в море. Друзья на огромной скорости вольтовые катает. Поломки на отдыхе. Вот эти очки. Не знаю, мы где-то брали, не помню. Плохо покрытие. И уже вот здесь плохо держится. Очки Арифлеем. Вот здесь вот, ну вы сами видите, царапина, помойку. Потом взяли бычки. Бычки это, да? Бычки 100 грамм вот такие. 150 рублей. Короче, рассказываю. Мы должны были от Coral Travel заселиться в отель Plaza, да, называется. Вроде 2 или 3 звезды. Но номеров не было и номера были на вид стройку. Ну вы видели, посередине здесь 2-3 этажа вот эта стройка. Нас здесь селили через эту стройку отель Палладиум. Здесь он больше, 20 квадратных метров. Большой балкон, у других еще эконом-корпус. Да, здесь тихо. Здесь, ну, неплохая шумоизоляция. Прищепки в комплекте. Бумага, мыло тебе дают. Фена нету. Минус в том, что кондиционер работает, телек работает. Неудобно расположено. Я сейчас все вам покажу. Удобно расположены розетки. Кровати все передавлены. Просто, если вы видите, как мы спали, я не знаю. Я уже жду в Москву, чтобы в нормальной кровати спать. Ну, как будто матрасом уже 5-7 лет они все продавлены. Просто вот. Подушки. Ну, так себе. Вот. И диванчик, который мы хотели его разложить. Он не раскладывается. Он сломанный вроде там внутри. Вот. Ну, не знаю, кто такое здание проектировал. Я потом посмотрю в истории. Ссылки все будут в описании. На первый отель. Там много детей. Бассейн. Здесь, да, хороший. Кормят. Палладиум. Ну, мы входим в соседний отель, потому что у нас там оплачено. В Плазу кушать. Там кормят очень хорошо. Проблема в том, что там на завтрак 200 человек. В 8 утра придешь, очередь. В 8.30 столиков нет. В 9 тоже очередь. 200 человек. В обед может быть 40-50. Намного меньше. И ужин. Если вы хотите поменять завтрак, обед и ужин, все это возможно. Сейчас покажу кровать, какие здесь. Вы с ума сойдете. Вот она кровать. Смотрите. Один всего лишь светильник. Вот здесь все розетки заняты под кондиционер. Вот здесь одна розетка под подселек. Вот такие кровати. Когда ложишься, все. Вот видите? О, видите? Я не знаю. Все. Вообще просто вот. И сейчас я вам показываю. Вот такая досочка. Класс. Просто досочка. Вот на таком мы спим. Я даже боюсь эту. Сейчас попробую поднять. Как она выдерживает. Эта доска уже прогнута вся. Просто понимаете? Матрас уже весь. У мужа кровать вообще так скрипит. Как будто там одни мужчины на этой стороне спали. Сядешь просто вот. Ну, видите, да? Вот такая кровать. Подушки нам входили в комплект. Сейчас вам покажу вот такие плезики. Вот они вот эти два плезика. И розетки. Вот здесь не хватает вообще ни светильника, ничего. Персонал хороший, добрый, отзывчивый. Холодильник, который трещит. Вот они, две розетки. Раз. И две розетки здесь. Все. Там розеток нету, ребят. Там розеток нету. Вот как так проектировать нельзя было? Хоть один светильник около тумбочки. Хоть одну розеточку. Хоть одну. Ребят. И один светильник. Класс. Вот. Все. Мы вечером как в темноте. Это один светильник. Класс. Все. А так номер нормальный. Плиточка. Еще иногда могут вот отсюда выползать муравьи. Предупреждаю. Диван этот вообще не разбирается. Он весь, видите, сломанный. Я не знаю. Мы пытались или он лежать. Ну, короче, весь доломанный этот диван. Только сидеть, наверное, отдыхать. И вот второе окно. Тут тоже открывается. И вот она, вот эта стройка. И вот этот отель Плаза. Вот. Там поменьше квадратов. Вот. И здесь пантос. Вот такое зеркало. Видите? Все распространяется. Вот такая обычная рапина. Все в таком состоянии. За пять дней у нас убрались один раз. И вот такая ванна. В туалетку вы не повесите, потому что вот такой дает. Мы такой не пользуемся. Мы покупаем свою. Вот так. И, короче, отсюда выходит вот эта Плаза. Здесь небольшие и маленькие номера. Плаз здесь. Вот сюда мы ходим кушать, в которой мы должны были жить в отеле. Здесь, наверное, много и пасек и так далее. Так. Что мы с собой не берем. Укидываем здесь вот этот флорисан. Ну, хороший. Защищает. Нормально. Сойдет. Вот этот хороший дезоран тоже защищает. Там немножко осталось. Я его сегодня добью и завтра утром. И выкинем. Понравилась. Моя любимая марка. Ой, коник, да? Так. Это я с собой брала Косми. Вот такой у меня оставался. Гель для душа. Гранатовый. Жизненький. Увлажняет кожу. И после него очень хорошо остается гранатовый вкус на теле. Классная. Я, наверное, потом целую бутылочку такую куплю. Так. И вот это вот немножко осталось. Ополаскиватель. Навалдерис вроде брала. Не сильно приторный. Экстра свежесть. Не такой, как листерин. Клоусет. Колгейт. Он полегче, помягче. Хорошо освежает. Очищает от бактерий. Рекомендую. Так. Вот это немножко осталось. Я даже не буду брать с собой. Маска для волос. Роскошный объем. На голубой глине. Масли крапивы. Кератиновый комплекс. Вот. Ну, после него все равно. Может здесь просто такая вода. Не очень хорошо волосы расчесываются. Ну, так он неплохой. Вот. Более мягкий. Но тяжеловато все равно расчесывается. Надо было какой-нибудь с собой сюда брать спрей. Так. Вот это тоже выкидываем. Это у нас с прошлого года осталось. Минус в чем. Упаковка все нормальная. Но когда если вы берете этот защитный крем на пляж. Он. Ну, вот сами зелененький. Он становится как вот жижа. Жидкий. Течет. Ну, он немножко слабовато, мне кажется. Если брать вот эти, сравнивать. Флоресан получше. Ну, он и здесь и продается. И в аптеках везде. Вы можете увидеть. Этот немножко слабоватый. Водослойки до пяти купаний. Нет. До двух максимум купаний он. Вот. Народный рецепт. И делал вот такую масочку. Обычную. Тканевую. Вот. Что-то мне перестали нравиться. Вот эти разрезы в виде солнца. А так она хорошо тонизирует. Увлажняет. Смягчает. И улучшает цвет лица. То, что надо. Вот. Это то, что мы выкидываем. У нас сегодня ужин не кушал. У нас сегодня последний день. Вот. Решили взять шашлык. Ну, в номер. У нас вышло вот на это все. Три картошины. Смотрите, какие кусманы. Вы понимаете, да? Вот один кусман. Это можно накормить два человека такими кусманами. И все вот это вот в лаваше. Вкуснота вышла на 600 рублей. Здесь больше, да? Всего килограмма. И кусочек три картошины на 40. Вот. Но которые вы берете около отеля. Прям совсем около отеля. Они намного дороже, да, продают? Почем они? 100 рублей. 100 рублей, да. Вы берите, когда 45 рублей за 100 грамм. Вот это 60. Вот это шейка 60. Вот так вот. Вот такие цены лучше берите. Корейка 45. Корейка 45. Курица корейка 45. И так 60. Но за 100 это очень дорого. Все. Чемодан собран. Вон уже все пустые. Пустые полки. Ждем завтрака. Еще 40 минут до завтрака. О, какой дворовый прям. Вообще весло ухи. Ушки видишь? Ну у нее тут ссадина. Все спит. Погулялся. Вот так вот. Где там? Кто стал? Ну, корейка. Здесь. 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 А это. Здесь. Там. Здесь. Вот такая вот. А ты не можешь еще инять полотки. Ищи кассом. Вот так. Мы пришли. А тут сидит Гуля нас ждет. Не на одном окне, как только на нашем. А? Улетит? Все, улетела. Паковка стоит 550 рублей за раковину. Ну, ладно, точно. Мы, короче, вышли вот сюда, потому что у народа биткома, вообще все занято здесь попросторно. Обычно. А? Обычно. Я поняла, хот-долг 200 рублей, адреналин 150? 150. И Кубай 60 рублей. 179 стоит. А, 179. Ну, ладно. Все, все, максимально. Все. Все. Все, пролетел. Все, пролетел. Так, ждем багаж. Тут побольше дороже. Ждем багаж. Все, багаж получен. Сели на Ариэкспресс. От терминала Б ходит. Специально, как сказать, маленький Ариэкспресс до терминала Ф и садитесь по указателям. В Шереметьево стоит дешевле 300 рублей с человека. Такси до Москвы 1000 рублей. Если выйти днем, то соберете пробки. Все, мы приехали домой. Я уже покушала. Сейчас пойдем в Ашан. Собака от меня не отходит. Ребят, если хотите отдыхать, вы найдете и бюджетные цены, библиоглобус, коралл, пегас. Все это можно найти. Можно частный сектор. Там столовые. Ходить, кушать столовые. То же самое по сумме у вас выйдет. Все это можно найти. Просто смотрите 2-3 звезды. Не 4, не 5. Они сразу будут 80, 90, 100 тысяч. Или частные, кто сдает. Все можно найти. В Крым лучше, конечно же, частный сектор без питания. А то вообще очень дорого выйдет. Да, есть, которые цены задрали. Есть такой момент. Слава Богу, мы добрались. Все ссылки будут в описании. Вот. Так что вот такой был последний влог про Анапу. Надеюсь, вам было интересно. Жду от вас подписку, лайк. И до следующего видео. Пока-пока.